Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Assassin's Creed. В прошлой серии мы убили Гарньедена Плуза. В этой серии мы отправляемся в Иерусалим. Не знаю, кто там будет у нас, по-моему там будет Работорговец, если я, конечно, не ошибаюсь. Но посмотрим. В прошлой серии мы убивали Доктора, который утверждал, что он лечил безумцев и, ну, потерянных людей, то есть он их вытаскивал там из канализации, из тюрьмы и делал из них более-менее нормальных людей. То бишь свою стражу. Если у вас закончились ножи, вы можете взять новые. Кою он представил как пример. Но я не знаю, насколько это правдивая инфа. Нас ждет еще одна цель. Давайте поспешим к ней. Прошлый город был довольно-таки неуютный. Он был весь крепой, такой по ним было неудобно бегать. Так. Воу. Дамаск-Акра. Дамаск мне не надо. Можно сейчас повернуть, в принципе. В сторону Акры, да? Да, в сторону Акры. Ты же, надеюсь, правильно повернуть или нет? Не совсем. Ого. Ладно. Тогда год так. Посмотрим. Может, я, конечно, ошибаюсь? Таким быть. Дамаск. Турки. Турки. Такс. Воу. Я. Так, ну, куда-то туда, наверное, да? Какие у нас еще варианты есть? Да, да. Есть тут проход какой-то. Воу. Не, вот там вот есть проход. Иерусалим. Да? Вот и он. Путь в Иерусалим. Воу. Бля, парень, тебя не так просто будет вынести. Но я тебя вынесу. Скочина. Просто сволочь. Ладно. Погнали. Прямо по пути он так хорошо стоял. Я прям не мог его отпустить. Такс. Но когда у меня будет фулл хп, с ними драться будет само удовольствие. Да пошли в шоу. Я и так от вас убью. Еще маскироваться я тут буду. Сейчас, блядь. Может быть правильно скачу? Ну, по идее, да. Другого пути нет. Иерусалим туда. Хорошо. Охо-хо-хо-хо-хо-хо, нихера вас там. Целый военный лагерь. Как это некуда? Я ж бегу. Я ж бегу. Ну. Давайте, Иерусалим, быстрее. Подготовка, ключ к успеху. Очищайте зону от лучников и стражников, прежде чем... Не-не-не-не-не, обязательно. Вот это что? Обязательно. Ты, ты че, не? Не-не-не-не, я понял. Че они орут-то? Конченые, что ли? Может с вами подраться, а? С дороги! Умирай, неверный! Скорее! Очень достойный противник. На меня тебе не одолеть. Неверный! Пусть и прожить! Никогда не поймут, что тебе... Дерись ты, ну! Ничтожество. Вам больше не нужно терпеть лишения. Любой, кто способен работать, может прокормить себя. Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что может предложить вам Талал. Талал. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Да лау. И кто же это было? Это, по-моему, работорговец, если я не ошибаюсь. Не умрешь! Ухажите! Чего они берутся? Он хочет меня убить! Иди-ка сюда. Мне нечего тебе сказать. Говорит со мной или со Всевышним. Решай. Ты не остановишь то, что он делает. Не остановишь. Что? Что он делает? Готовит их к путешествию. И куда же? Их держат на его складе. Когда придет время, их отправят в Акр. Где этот склад? И почему Вакар? Талал говорит мне лишь что, что мне нужно знать. Так безопаснее. Да-да-да, это работаторговец. Может быть для него, но не для тебя. О, не сложился в клумбу. Отойдите. Ладно, ладно. Уходи. Так, я тут смогу подняться. Сюда, сюда. Позволь показать тебе весь мой талан. О, нет. Чего? О, нет. Все нормально. О, и на крышу. Да, конечно, местная архитектура, это... Да пипец! Как по ней неудобно лазить-то? Ладно, погнали. Люди, подходите. Посмотрите на мои товары. Он точно кого-нибудь убьет. Ты мой друг. Он нашел в себе силы в письме. Скрасьте меня на глаза. За это ты поплатишься жизнью. Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребление. Сюда, на помощь. Неверный король хочет перебить нас всех поединого. Грязный воришка, увидишь тебя отрубят руки. Пусти меня. Ну-у-у, подбеззиратель. Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегридов защищает свой дом. Рагедиа! Так, продолжим. Да слава, 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 успокойся. Такой довольно скучненький геймплей. По сравнению с тем, что было... Ох, точно! Тени Мордора! Вспомнил я спустя две серии, о чем-то я хотел сказать. Тени Мордора. И-и-и. Это там был такой, вообще, нормальный паркур. Скоростной. И, король его армия неверно. Смерть и ужас несут они наружу. Можно бы и посторонним. И вообще нормально. Тут он такой вяленький. Да и во всех критах, в принципе, он вяленький. А вот Тени Мордора порадовали, реально. Да, зацепиться там же, что нельзя было. Вообще, он нереальный. Бля. Я стою перед вами. Давай, кто у нас тут? Мира и покоя, Малик. А, Малик. Твое присутствие лишает меня и того, и другого. Что нужно? Аль-Муалим сказал. Сказал, что ты должен выполнить несколько заданий, чтобы искупить вину. Хорошо? Скажи, что ты знаешь о некоем Талале. Это твоя работа находить и убивать людей, Аль-Таир, а не моя. А твоя помогать мне. Его смерть пойдет на пользу всей стране. А тебе она не пойдет на пользу? Это тебя не касается. Как раз твои действия меня касаются. Можешь не помогать. Я сам его найду. Постой. Я не могу допустить, чтобы ты шатался по городу словно слепец. Я расскажу тебе где искать. Я слушаю. Три места. На юге на рынке, что разделяет еврейский и арабский районы. Рынок. На севере близ мечети. И на востоке перед церковью Святой Анны. Рядом с воротами Баб Ариха. Ага. Это все? Возле ворот я был. Этого достаточно, чтобы начать поиски. И больше, чем ты заслужил. Ладно. Пойдет, значит, базар. И там, может быть, какое-то побочное задание будет. Мне должно хватить этого. За это ты поплатишься жизнью. Идет английский король и его армия не верно. Грязный воришка. Увидишь тебя трубят. Так. Давайте тут еще посмотрим. Все равно точечки эти открывать надо. Ну, пригодится, по крайней мере. Офигенно. Залагала кнопочка Е. Слава, слава. О, кража есть. Хорошо. О, кража есть. Грязный воришка. Эй! Мне еще, боюсь, уносится как угорелый. Мм, почему он так торопится? Он что, совсем идиот? Там вот они стоят, да? Может, этому безумию есть объяснение? Если стражники ничего не делают, действовать должны мы. То, что ты предлагаешь, безумие. Это необходимо. Сколько еще человек должно пропасть, чтобы люди заметили? Нас это не касается. Пока. Но если это продолжится, может коснуться. И что ты предлагаешь? Я проследил за этим человеком. Узнал все, что нужно об его действиях. Все записано вот на этой карте. Он каждый день в одно и то же время осматривает пленников. Тогда я и нападу. Итак, у тебя есть клочок бумаги. Он не спасет тебя, когда тебя найдут. Не укроет от стрел и мечей. Если все получится, до такого не дойдет. И я готов пойти на такой риск. Пожелай мне удачи, друг. Удачи. Она нужна тебе. Мозги тебе более нужны, чем... Какая дурацкая удача. Че ты смотришь-то? Пока цел. Я молюсь. Все, пока. О, память убийства. Сегодня мы как-то быстро. Но я думаю, там не очень быстро будет с самим убийством. Огонь войны за землю и тысячи полюбли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы. Че ты делаешь, Мальтаир? Но я говорю, слава! Умереть в служении Господу! Сражаясь за то, во что мы верим. Нет участи слабнее. Да, да, да. Кстати, а перчатку мне выдали или нет? Там, по-моему, перчатка лежала. И выдали. Ладно. Маленький. Пришел тратить мое время? Почти. Я нашел Талала. И готов приступить к заданию. Это решать мне. Хорошо. Вот что я узнал. Талал торгует людьми, похищая иерусалимцев и продавая их в рабство. Его база на складе в башне, к северу отсюда. Сейчас он готовит к отправке очередной караван. Я нанесу удар, когда он будет осматривать товар. Если я проскользну мимо стражи, Талал станет простой мишенью. Простой мишенью? Какой же ты самоуверенный! Ты закончил? Тебе достаточно того, что я узнал? Нет. Но придется смириться. Давай сюда перо, и я пойду. Отдохни перед заданием. Подготовься. Можешь поплакать в уголке. В общем, делай что хочешь, но только тихо. В общем-то, я понимаю, почему он злит зон. Перемотка на более поздний участок в полноте. Из-за Альтаира он потерял руку и потерял брата. Но тем не менее. Так, погнали. Работа есть работа, и мы ее делаем. И его армия неверных. Они пошли против воли. Интересно, что он затеял? Нет, ничего я не затеял. С чего бы взяли? Здесь вы найдете все. Что вы такое говорите? Зачем он делает это? Ну ведь, этому должна быть причина. Тебе здесь делать нечего. Уходи. Ничего себе. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Что это? Похоже, он торопится. Не трогай меня, пожалуйста. Ты меня раздражаешь. Глупый старик. На помощь! Помогите кто-нибудь! Так, лучше помочь горожанину. Я думаю, это поможет и собственному мне. Помогите кто-нибудь! Теперь здесь нечего делать, старик. Он сошел с ума? Пожалуйста, хватит! Мне больно! Уйди с дороги. Я умрешь здесь, похопай! Я не в меня молю тебя! Нет, иди! Убийся, убийся! Ставь, ставь, ставь! Ставь, ставь! Ставь, ставь, ставь! Ставь, ставь! Ставь, ставь! Убийся! Убийся! Я! Ого, это нехорошо. Пошли ты, родной, к человеку убежал! Я тебя поймаю! Блять! Неверный, сейчас ты умрёшь! Ты от меня не уйдёшь! Убийца! Кажись! 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 Орудка умалишённая! Что значит быть героем? Ну, расскажи, расскажи. Да-да-да, вот вы ребята как раз-таки мне и нужны. Ну как? Убийца разгуливает на свободе. Стража, это человек совершил убийство! Ну да-да-да. Положил я, конечно, но народу. Убийца! Стража, здесь убийца! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стража! Он только что убил человека, я всё видел! Кто? Кто это сделал? Стража! Я видел этого убийца! Это недобрый знак. Ну, чеши. Стража! Это человек совершил убийство! Пропустите меня. Стража! Он только что убил человека, я всё видел! Убийца! Стража! Здесь убийца! Да нет, там убийцы, хос, господи, чё вы такие нытики-то? Умоляю вас, господин! Всего пару монеток! Пиши меня, лазу! Пожалуйста, господин, подайте! Мои разные больные будут гордым! Подайте пару монеток! Он точно забьёт! А где вход? Интересно, что он затеял? Вот. Берёд! Вот и вход. Хорошо. Ну что, работорговец? Не называй меня так. Я только помогал им, как помогли мне самому. Спасибо. Пленив их, ты не сделал ничего хорошего. Пленив? Я просто обеспечивал им безопасность, готовя к долгому путешествию. Путешествию? Они стали бы рабами. Хо-хо-хо, ты ничего не знаешь. Ошибкой было приводить тебя сюда. Я думал, ты увидишь и поймёшь. Я понял достаточно. Покажись. Ты хочешь увидеть человека, который привёл тебя сюда? Ты не привёл меня. Я пришёл по своей воле. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот как. А кто открыл дверь? Расчистил путь? Тебе не пришлось обнажать клинок против моих стражников, верно? Верно. Я всё сделал сам. Шагни в свет, и я окажу тебе последнюю услугу. Вот я стою перед тобой. Чего ты желаешь? Спускайся. Это будет честная битва. Ну почему всё надо решать насилием? Похоже, я не могу помочь тебе. Ведь ты сам не хочешь помочь себе. Я не позволю ставить под угрозу мою работу. Ты не оставляешь мне выбора. Ты должен умереть. Таки быть. Давайте драться. Это научит тебя не вмешиваться. Блин. А, ладно. Да я не умею ещё пока захваты разрывать. А, блин. Бо. Будь по-твоему. А! Ты не взял его крючок. А! А! Ах! Бесят! Бред! Аааа! Ааааа! Ааааа! хамоха умер его я не знаю это невозможно берите сюда отрублю голову бля хватит бегать тебе все равно не уйти да что с вами сегодня сегодня давай уберите его от меня уберите его от меня с секунд так как короче ну давай драться а огонь войны пожирает землю и тысячи полицей защищает свой дом я прошу всего лишь пару моментов но я не знаю скажите вы не понимаете у меня совсем ничего нет да да это кончится плохо они не должны драться ты заплываешь твоих веки я понимаю ну конечно поймаешь ты меня убейте его он встает хватайте его умри его он встает хватайте его на полосе да отвали ты ну дура да лезет под руки за ним иди сюда иди сюда на помощь стража не надо бежать ну давай я тебя поймаю я тебя поймаю блин а а м а времени скидки че убейте меня давайте Ну, давай. Больше тебе некуда бежать. Расскажи, что ты задумал. Я выполнил свою задачу. Братство уже сильно, и моя смерть не остановит его работу. Что за братство? Аль-Муэлим не единственный, у кого есть планы на Святую Землю. Это всё, что ты от меня узнаешь. Тогда мы закончим. Боги давно оставили. Молись своим богатым. Давно оставили тех мужчин и женщин, что я брал себе. О чём ты говоришь? Нищие, шлюхи, наркоманы. Прокажённые. Хорошие из них выйдут рабы. Да и мне выполнить самую простую работу. Я не продавал, а спасал их. А ты уничтожил нас, потому что тебе так приказали. Нет. Ты наживался на войне. На поломанных жизнях. Да. Ты так думаешь? Закосневший в невежестве отгородил своё сознание от всего происходящего, да? Говорят, в этом вы мастера. Ты видишь в этом некую иронию? Нет. Пока нет. Но увидишь. Ок. Да уйду, уйду. Первый раз что-нибудь. Ты от меня не уйдёшь. Английский король и его армия неверных. Смерть и знаменитых несут они нам. Дебил. Ты вообще-то мог выжить. За барварские деяния. Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой. Он убийца. Стража на полу. Но, видимо, он не захотел. Будьте бдительны, друзья. Да, вот эти именно двое, они имеют одну историю. Альтаир, я рад видеть, что ты вернулся к нам. Как прошло задание? Дело сделано. Этот воровал людей. Да, я знаю. Знаю. На самом деле весь город это знает. Ты забыл, что такое утончённость? Да иди в жил. Хороший ассасин заботится о том, чтобы его работе узнали многие. Нет. Хороший ассасин держит всё под контролем. Мы можем спорить о деталях сколько угодно, Малик. Но факт в том, что я выполнил задание Альмуалима. Что ж, иди. Ступай к старику. Посмотрим, чью сторону он примет. Мы с тобой на одной стороне, Малик. Перемотка на более поздний участок памяти. Ладно, таки быть. И они заплатят за это. Лишь страдание и боль отстаются там, где проходят они. Они говорят, у них высшая цель какая! Так, опять же, возвращаемся к Дезмонду Майлзу. Чёрт возьми! В чём ещё дело? Странные показания термометра. Похоже, что Анимус перегревается. Чёрт! Ну почему всегда так? Сколько ещё? Пока не знаю. Это неприемлемо, мисс Стилман. Я хочу получать отчёт о работе каждый час. Дезмонд, это затянется надолго. Почему бы вам не прилечь? Отдохните немного. Ладно. Таки быть. Пойду отдохну. Нормальный у вас тут такой комплекс, конечно. Что за чёрт? Здесь кто-то был? Ну да. Похоже на какой-то код доступа. Код доступа, говоришь? Славно. Ну-ка, пойдёмте посмотрим на компьютер ворона Видика. Доступ спрещён. Ну, заебись. У меня нету его паролей. Ладно. Может, это была ручка Стилман? Люси. Так, давайте-ка смотреть вот эти вот. Для тех, кто хочет прочитать. Так, это... Эти вы уже читали, по-моему. Твоя ручка. Сходящих, удалённых нет. Так, ладно. Пойдёмте поспим. Так уж и быть. Это уже третий день. Насколько я помню, у нас всего шесть. Проснитесь и пойте, у нас впереди долгий день. Вы необычно жизнерадостны. Мисс Стилман внесла кое-какие изменения в анимус. Теперь вы сможете дольше оставаться в нём. Хуеть. И искать ваше сокровище? Это серьёзно, мистер Майлз. Не думаю, что вы понимаете, какую серьёзную работу делает Абстерго. Может, потому что я не знаю, чем вы занимаетесь? Мы меняем мир. Каждый день. Сотнями разных путей. Вы знаете, что почти всем открытием последнего тысячелетия, медицинским, механическим или философским, мир обязан Абстерго или её предшественникам? Смелое утверждение, док. Вы не преувеличиваете? Ни в коем случае. Конечно, мы не стремимся заявлять об этом. Это бы вызвало слишком много подозрений. Мы аккуратно выбираем посредников. Зачем? Разве не ясно? Чтобы управлять событиями? Но как? Чем вы лучше других? Настолько умнее, что изобретаете всё подряд, а мы, жалкие и смертные, не способны ни на что? Честно говоря, мы не изобретаем. Мы находим. Находите? Это дары, мистер Майлз. От тех, кто пришёл раньше. Предтечи? Мы теряем время. Поговорим об этом позже. Ну, ладно. Таки быть. Позже так позже. Чё, выпускай меня. Доброе утро. Ага, привет. Так, Орен Видик, подожди-ка. Могу ли я у тебя ручку пиздонить? Да? Спасибо. Всё. Приятного дня. Так, теперь у меня, получается, есть доступ к компу Ворона Витика. Хорошо. Ладно. Ладно. Кто следующая цель там? Продолжим. Если вас обнаружили, расталкивайте всех людей на своём пути и... Перчатки, да? Пока всё идёт хорошо. Трое из девяти мертвы. И за это тебя можно поблагодарить. Но не время почивать на лаврах. Твоя работа только начата. Я жду приказаний, повелитель. Король Ричард, вдохновлённый победой в Акрии, направляется на юг, в сторону Иерусалима. Салах-ад-Дин, несомненно, знает об этом. И собирает армию у разрушенной цитадели Арсуф. Вы хотите, чтобы я убил обоих? Закончил войну до того, как она начнёт? Какая-себя Ричарда и Салах-ад-Дина. Вильям Монферрат, сеньор Акра. Дамаск, первая цель. Жадность, невежество, убийство невиновных. Послушай людей, живущих в их городах. Ты многое узнаешь о грехах правителей. Они препятствуют нашей цели, установлению мира. Тогда они умрут. Ещё один из твоих предметов восстановлен. Забери его. И возвращайся после каждого убийства. Так мы сможем понять намерения врагов. Ты будь осторожней, Альтаир. Твои действия взбодоражили городскую стражу. Они будут более подозрительны, нежели раньше. Ладно, ладно. Ага, теперь я могу выходить из захвата. Это тоже полезно. Почему же он бежит, как у Горида, он пошёл? А-а-а-а. Вот это вот уже и есть отсылка к тому самому двору наслаждений, про которое я говорил в прошлой серии, если вы помните. Сад наслаждений ассасинов. Райский сад и Гурии. Куда он пошёл? Ну, также это место в драке с последним боссом. Небольшой спойлер. Такс. Продолжим. Теперь я могу выходить из захвата, да? Альтаир. Похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Ты просто бездарный учитель. Может, ты покажешь им? Ты просто бездарь. Вот и всё. Великолепно. Хватай. Работа мастера. Вот так ученики мы и должны сражаться. Угу. Угу. Эй, неверному! Сейчас ты умрешь! Понимаю, у тебя много дел. Такс. Ну и чё, куда отправимся на этот раз? Ага. Давайте в Дамаск. Ну, в бюро. Почему бы и нет? Сразу же поговорим. С товарищем. Вы можете отвлекать врагов мёртвыми телами. Воины оставят свой пост, чтобы посмотреть, в чём дело. И вы сможете попасть в охраняемую зону. Ну давай уже, быстрее. Ну ёпта. Умри его! Аль-Таир, добро пожаловать. Сказывай. Что ты собираешься забрать сегодня? Его имя Абу Аль-Нуквот. Что ты можешь о нём сказать? Ааа, король-купец Дамаска, самый богатый человек в городе. Как интересно и опасно. Я завидую тебе, Аль-Таир. Ну, не тому, что тебя чуть не убили и лишили титула. Но я завидую всему остальному, кроме того, что говорят о тебе остальные убийцы. И всё же, если отбросить неудачи и ненависть, то я тебе очень завидую. Меня не интересует, что говорят остальные. Я просто делаю свою работу. Итак, ещё раз. Что ты мне можешь сказать о короле-купце? Только то, что он очень плохой человек, Росальму Алим поручил его устранить. Он вращается среди знати в роскоши богатого района города. Занятой человек, полный замыслов. Если ты проведёшь какое-то время среди ему подобных, то узнаешь всё, что тебя интересует. И где мне начать мои поиски? На твоём месте я бы отправился в мечеть Амаят и на базар Саруджа, что на западе отсюда. Но на северо-западе находится цитадель Салахаддина. Людное место. И раньше там не бывало недостатка в болтунах. Да, эти три места как раз то, что тебе нужно. Спасибо за помощь, Северо-запад. Хорошо. Я вернусь, когда соберу необходимую информацию. Так, ну чё, погнали? Хотя нет, дорогие друзья, пожалуй, на этом мы закончим сегодняшнюю серию. Королём-купцом мы займёмся уже в следующей. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео. Субтитры подогнал «Симон»!